Реально ли восстановить Великий Лук на месте Каховского водохранилища, ответ академика. Легендарный казацкий Великий Лук, который в течение 70 лет был затоплен водами Каховского водохранилища, уже нереально восстановить, об этом рассказал академик Нан Украины, геоботаник и доктор биологических наук Яков Дидух в эксклюзивном комментарии РБК Украина. Почему не удастся ли восстановить Великий Лук? Великий Лук, историческое название местности, речных плавней, которые были когда-то между Днепром и Левым притоком Конки, а также тянулись широкой полосой вдоль правого берега от устья реки Средняя Хортица, тот лук, который был когда-то на месте Каховского водохранилища, восстановить уже невозможно, потому что за 70 лет там произошли определенные процессы, появились другие почвы, совсем другая основа. Там возможно формирование лесов, но вместе с природными местными видами появятся такие, с которыми мы боремся, адвентивны, они чужды нашим территориям, заявил академик, он добавил, что экосистемы восстанавливаются естественным путем, но этот процесс нужно мониторить и регулировать, луков на этих местах теперь тоже не будет, потому что для того, чтобы сформировалась злаковая основа, нужно выпасать скат или выкашивать траву. Но там и лыскат просто не сможет по нему ходить. Некоторые участки можно засадить сельскохозяйственными культурами. Поэтому надо регулировать, что-то подсеивать, а что-то искоренять, объяснил Дидух, новая экосистема будет формироваться 40 лет. По словам академика, на месте Каховского водохранилища будет формироваться новая экосистема, ивы и тополя растут быстро. Поэтому природные экосистемы в пойме формируются быстрее, чем на суше. Новая сформируется за 40 лет достаточно, рассказал ученый. Также он подчеркнул, что не стоит полностью затапливать водохранилище, потому что на это уйдет 8 лет. За это время там будут высокие деревья и трава. Когда эти заросли затопят, органика будет перегнивать и загрязнять воздух, потому что проточность воды незначительна. Хотя это не те масштабы, которые влекут за собой повышение температуры, но это противоречит доктрине охраны окружающей среды и борьбе с потеплением, добавил Дидух. Читайте также большое интервью с академиком Яковом Дидухом о Каховском водохранилище, Чернобыле и экологической ситуации в Украине. Просматривайте также новые фото и видео из Каховского водохранилища.